Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей телевизорской студии два замечательных журналиста Марк Горин и Саша Вилинский. Добрый вечер, друзья! О чем мы сегодня будем говорить? Ну, я думаю, мне лично из всего многообразия тем, которые я видел в интернете, в различных средствах массовой информации запала, если можно так сказать, статья в Die Welt под названием «Руководство Израиля делает ставку на российскую карту», которую написал журналист по фамилии Херцингер. Первое, что он делает, это он пытается объяснить, почему сегодня Израиль сближается с Россией. Но для начала у меня к вам, друзья, вопрос из более, скажем так, простой ситуации. Можно ли считать взяткой письмо, которое подарил господин Путин нашему премьер-министру во время последней их встречи, письмо Бен-Гуриона, выкупленное специально для Израиля на одном из аукционов. Вот подобрели после этого? Да нет, я не думаю, что это можно назвать взяткой. Это довольно принятая практика, когда руководители государств дарят друг другу ценные подарки. Черчилль подарил Сталину меч в честь победы под Сталинградом, но это же не взятка, это признание заслуг. То, что идет сейчас сближение между Израилем и Россией, на мой взгляд, тоже совершенно объяснимо. Все задаются вопросом, зачем такой большой империи, гигантскому государству, сильному, как Россия наш, маленький, но гордый Израиль, который находится неизвестно где, на земном шаре, и на карте-то его с трудом найдешь. Все очень просто. Россия возвращается на ближний восток, Россия хочет по-прежнему играть здесь ведущую роль, вернуть вернее себе ведущую роль, и для этого ей нужно заручиться поддержкой тех, кто в этой роли может ей помочь. Позиция Израиля тоже в этом случае совершенно понятна, так как Россия является самым большим другом арабских государств, причем самых маргинальных, тех, у кого вообще никаких друзей нет. То лучше иметь такого в союзниках, чем в противниках. — Марик, вот в этой связи у меня к тебе вопрос. А можно ли заявление российского МИДа о том, что Хамас и Хизбалла не являются террористическими организациями, поскольку на территории России они не совершают террористических актов, считать жестом, противоречащим тому, что пытается сделать Путин? — Ведь это же жест, по-другому я не могу это оценить, это показной жест. — Внешне можно, по сути, я бы этого не стал делать, считать это противоречивым, потому что в данном случае речь идет о словах. Это те слова, которыми, на мой взгляд, Россия заигрывает с мусульманским миром в первую очередь с его шиитской частью, поскольку у них общие интересы в Сирии, где у России просто есть военная база. — Марик, к слову, Бен Каспит написал на днях буквально статью, которая говорит о том, что в нашем командовании тоже, в общем-то, зреют идеи, что пора бы уже повернуться в сторону шиитов, которые реально сегодня воюют с исламским государством. — Ты зря задел, это для меня очень большая серьезная тема, я могу сбиться на доклад. — Хорошо. Я тебя остановлю, Марик. Мы тебя остановим. — Надо ли нам переориентироваться на шиитов? На мой взгляд, нам вообще ни на кого не надо переориентироваться. Надо занимать свою, как это любят говорить в Москве, равноудаленную позицию. И, соответственно, я не хочу сказать, чем она обойти дома. У меня к мусульманскому миру очень уважительно к мусульманскому не исламистскому, не радикалам там сумасшедшим, а к нормальному мусульманскому миру, духовному, интеллекту. Очень такое серьезное уважительное отношение я вырос среди мусульман в той жизни. И там было, кстати сказать, евреи лучше, чем на светской Украине в те времена. Все было уважение в Украине. — Можешь не рассказать, Марик. Да, знаем. — Да. Там нашего брата было мягкое и хорошее. Так вот, на мой взгляд, не такое переориентированное. Надо внимательно и с уважением относиться к обеим частям, и, соответственно, жестко относиться к любым проявлениям радикализма и тем более агрессивного радикализма, который наступает нам на ногу. Пытается наступить нам на ногу, я не скажу, в более, так сказать, крепких выражениях. Вот примерно так. Это что касается, так сказать, заявлений нашего генштаба. Не знаю. На мой взгляд, просто они... — Это не заявление генштаба, это одного из руководителей. Имя его не называется. — Ну, на мой взгляд... — Это Бен Гаспид написал. Окей. — Недодуманное, я не хочу особо не знать. Недодуманное заявление или вырванное из контекста. А что касается, о чем мы тут говорили, этих самых... — Хамас и Хизбаллах. — Нет, нет. — По поводу Хамаса и Хизбаллах. Практически одновременно, с интервалом в день, причем раньше, на сутки, прежде чем это было сказано, Россия на голубом глазу, так сказать, на фоне своих там ПВО истребителей, там она полная возможность уничтожить склады с оружием предназначенных Хизбаллах. Это гораздо важнее в действительности для нас, чем эти слова. Слово «неприятные». Они производят нехорошее впечатление на не очень компетентные уши. Я готов пожелать им компетентности. — Можно я добавлю со своей стороны? — Совершенно точно было замечено, что и Хамас и Хизбаллах являются оппонентами исламского государства. Для России сейчас исламское государство враг номер один. А враг моего врага — мой друг. Вот и все. Все очень просто. Мы пытаемся всегда, как говорил Пушкин, художника нужно судить по его собственным законам, законам, которые он сам для себя установил. Здесь та же история. В политике нет морали, дружбы. В политике есть интересы. Мы же судим с нашей точки зрения, что он сказал и почему сказал. По одной простой причине. Сегодня ему выгоднее поддержать Хамас и Хизбаллу против исламского государства. Лишние союзники никогда не помешают. Они ему нужны. Завтра они ему не будут нужны. Хамас и Хизбалла станут террористическими организациями. А исламское государство станет верным другом российского народа. Все идет только по интересам и по сиюминутной выгоде при его далеко идущих интересах на Ближнем Востоке. Я хочу добавить два слова буквально. Что очень важно. Дело не в том, что на мой взгляд, или не только в том, что враг моего врага мой друг. Россия, как говорил великий русский дипломат князь Горчаков, сосредоточивается. она возвращается в понятие великой державы, после того, чтобы, насколько удачно, это уже время, как говорится, покажет. И на взгляд каждого. Она возвращается к правильной выгоды и пытается вернуться на Ближнем Востоке. И она здесь осматривается. Она еще не знает, как сложатся события, как лягут карты, кто будет союзников. Но на всякий случай, она пока никого, за исключением откровенных, таких прямых радикалов, вмешающих интересам в Сирии, конкретно, потому что последняя база, последняя, я по вот так сказать, российская держава. То есть ты хочешь сказать, что когда Лавров вырыгался матом во время пресс-конференции с представителем Шаудовской Аравии, это было не случайно? Ну, я не думаю, что это был антисудистский выбор. Я думаю, что это был... Я думаю, что у каждого дипломата время от времени есть такой... Вырывается. Вырывается. Но не на микрофон. Вырывается. Я хочу тебя спросить вот о чем. Отвечая на первый вопрос, ты говорил о неких интересах России, приближая к себе Израиль. Но ведь наверняка и Израиль, сближаясь с Россией, пытается расширить свои зоны влияния на Ближнем Востоке. Кстати, господин Херцегер об этом тоже пишет. Ну, безусловно, конечно. Интерес обоюдный. Иначе не было бы вот этих вот внезапных визитов на один день. Мы же знаем, как Путин принимает. Путин может на два часа по перимскому опозданию. А Нетаньяго прилетел, и он тут же с ним встретился. Значит, есть взаимный интерес, взаимная заинтересованность. А взаимная симпатия, извини. Еще раз. Мы опять, как говорят психологи школьные, мальчики дружат по интересам, а девочки по симпатиям. Нетаньяго и Путин, как ни крути, они мальчики. Они по интересам дружат. У них сейчас интерес, они дружат. А вот дальше уже будет у них там симпатия, а не симпатия. Это второй вопрос. Россия страшно заинтересована в Израиле во многих аспектах. Во-первых, технологии. Израильские технологии, мы привыкли ругать нашу страну, мы привыкли критиковать ее, мы привыкли выискивать недостатки и сокрушенно качать по еврейской привычке головой. Но нельзя не признать, что Израиль это высокотехнологичная страна, которая разрабатывает весьма оригинальные методики в самых разных областях знаний, в самых разных областях. В том числе, если Израиль наш, который на карте трудно найти без увеличительного стекла, если он снабжал всю гигантскую, огромную Россию морковкой и картошкой, значит, это говорит о чем-то. Дело даже не в морковке и в картошке, а в том, что есть некие технологии, которые нужны русским. Это с точки зрения чисто материальной, да, прагматичной. Но есть еще вещи и политические, которые им нужны. Ведь любая политика, она строится на принципе «разделяй и властвуй». Мы знаем, что идет на Ближнем Востоке жесткое противостояние арабского мира и Израиля. Да, мы называем себя единственной демократией на Ближнем Востоке, считая, что все вокруг не демократы и в общем оказываясь в этом каждый раз правы. Баланс между друзьями и врагами, вечное противостояние, вставить опять же в пику Соединенным Штатам этого тоже нельзя сбрасывать с счетов. Это всегда за праздник. Причем как у России, так и у нас. Лишний раз показать США, что не такие уж мы послушные. Может быть, это как раз следующий вопрос, который я хотел задать вам, друзья. Вот видишь, как хорошо. Да, именно об этом. Но не в пику, может быть, это обострение произошло именно во время правления господина Обамы. Я думаю, что не совсем. Мы забываем всегда… Еврейская память, она длинная на наши страдания и очень короткая на то, что происходило буквально недавно. Ни с одним президентом США у нас никогда не было абсолютно безоблачных отношений, когда бы целовались в десна и все, и больше никаких проблем. Были проблемы и с Клинтоном, который был одним из самых больших друзей Израиля, считается сегодня, и с Бушем, и со всеми остальными. Да, с Обамой труднее всего, потому что из всех президентов, которых мы помним, Обама самый идеологизированный, самый зашоренный и пытающийся вот в рамках своей идеологии представлять мир, который намного более многообразен и разноцветен, чем ему это кажется, как кажется мне. Вот. Поэтому, да, с ним труднее именно из-за того, что вот у него есть четкая линия и шаг вправо, шаг влево попытка к бегству. Ну, Обаме остался год президентства. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, будет еще хуже. Марик, а тебе я хотел тоже, чтобы далеко нам не убегать от Обамы, задать вопрос. Вчера я прочитал… Я его предпочел убежать. Нет. Ну, что делать? Ну, вот он преследует нас. Он есть, да. Ну, ты же знаешь, что темнокожие спортсмены, они быстро бегают. Геретически приспособлены к этому. Суть не в этом. Суть в том, что на сайте газета.ру я прочитал… Я не буду повторять, завидайся. Да, да, да. Замечательную статью Федора Лукьянова. Называется «9.11 ремейк». Замечательный. Да. Специалист. Да, да. Вот. Так вот он пишет следующее. Я прошу тебя прокомментировать эти слова. «Слабость и нерешительность Обамы – это не только и не столько свойства его характера, сколько вполне рациональный выбор, хотя и затратный с точки зрения имиджа. Нынешний президент США, судя по всему, убежден в том, что на Ближнем Востоке, жаргонно выражаясь, нечего ловить». Ты согласен с этим или нет? И согласен, и не согласен. Ну, мне неловко спорить с такого уровня авторитетом, как… А почему, наоборот, интересно? Интересно, но неловко. Все-таки у нас, как у эксперта, я не только журналист, но как у эксперта, у него больше, безусловно, огромный объем знаний. Вот. Но я думаю, что дело не только в этом. На мой взгляд, Обама пришел на высший пост, я не боюсь сказать, в мире, обладая очень малым административно-политическим опытом. Угу. Поэтому практического опыта работы в политике, он не был до этого госсекретарем, он не был до этого министром финансов. Сенатор, это… Сенатор, ну то, у него была идеология. Это то, что у него было, на нее он и опирался. Идеология, не подкрепленная, не отсвоенная практикой. Он исходил из некой фотоморганы, как он ее видел. Это… американцы нам выбрали не того президента. Ну… Это их… Попробую это им сказать. Да. Нет, я им говорил. Ой… Да, я прошу прощения. Это не на… Ты не тем американцам говорил. Если бы он остался сенатором от штата Иринойс, может быть, с него было бы больше пользы. Так я думаю. Значит, ну ничего, это не так долго. Странно, что вторая каденция, ну вот это уж то, что есть. Мы не американисты. Значит, да. Поэтому отсюда эти проблемы. Он хочет как лучше. А получается, как всегда. Потому что он не знает, как в действительности, потому что… Это я пытаюсь, как говорится, как можно лучше сказать. Об этом президенте. С моей точки зрения. Поэтому, на мой взгляд, причины в другом. А не в том, что… Как это видит Лукьянов. Ну, может быть, ему свои колокольни видят. Практика, она как этот… Но ведь ему действительно здесь нечего ловить. Экзаменатор теории. Сегодня. Сегодня Обаме здесь ловить нечего. Он не знает ни Ближнего Востока. Он не знает толком Европу. Да. Но нам болит… Он заболел этот фитиль. Да. Но нам болит Ближний Восток. И он здесь… Я прошу прощения, этот медведь в посудной лавке. Слон. Да. Он как бы… Как не повернется, так бьет посуду. И это плохо. Тем более, что придется еду тату. Он дает огромным весом. Как тот медведь. Поэтому… Либо ему не надо входить в эту лавку. Либо… А он не может в нее не входить. Ну, и мы имеем то, что имеем. В конце концов… Ладно мы. У нас, как говорится, свои отношения. Но… Вот эти… Его любимая… Любимая Америка… Америка… Арабские режимы… Залива… Саузи… Суницкие… Да. Которые были такими друзьями. Поняли, что они не могут рассчитывать на великого белого вождя. И им надо как-то самим решать свои проблемы. И опять получается то, что получается. Короче говоря… Ну, да. Ну, так… Так получилось. Кстати, наследный принц Амана сегодня звонил господину Путину. Поздравляю господину Путина и наследного принца Амана. Я могу добавить. Потому, что мне кажется, что он действительно разочаровался в Ближнем Востоке. Потому, что тот не ответил на его чаяние и не соответствует его идеологии. Почему, Саша? Ответил, извини. А мусульманские братья в Египте… Ну, это… Ну, не в рамках демократичности. Это с заказом. Это с заказом. Это с заказом. Демократично пришли к власти. На выборах. Лучший друг Америки – господин Мубарак. А что должен был… Совершенно верно. Он его заявил. Он его заявил. Первым Обама закричал «Мубарак, уходи». Да. Ну, и что мы получили? Получили мусульманских братьев. И генералом во главе, слава тебе сказать. А Ливия. А Тунис. А Тунис. Все это следствие того, что Обама был уверен, что идеология, что все страны хотят демократии. При этом был уверен, что демократия – это наилучший выход для всех. Что обязательно придет демократическое правление. Вот демократическое правление, демократические выборы привели к власти братьев-мусульман в Египте, привели к развалу такой страны, как Ливия, где полковник Каддафи, как к нему не относились, но он как-то крепко держал всю Северную Африку, не давая высунуться ни вправо, ни влево. Ни вправо, ни в Европу. И как обычно говорят про царя, который себя плохо вел, царь-то он хороший, народ ему не тот попался. И Обама решил, что действительно на Ближнем Востоке ему попался не тот народ. Они ведут себя неправильно, не по книгам, не по теории. И действительно он охладел к этой истории. Охладел к ней, на мой взгляд, не только после арабской весны, так называемой, но и после ситуации с химическим оружием в Сирии, когда от него потребовалось выполнять обещанное. Ты обещал начать войну против Сирии, если будет применено химическое оружие. Оно применено. Есть доказательства вашей действия. А пусть Путин решает. Ну, Путин и решил. — Ну, и сейчас то же самое делают. — Совершенно верно. Вес Путина вырос. Вес Обамы снизился. В общем, если Марк вспомнил замечательное выражение Виктора Черномырдина про «хотели как лучше», я вспомню еще другое его любимое мое выражение. «Никогда такого не было, и вот опять». — И вот опять. — Это чистое отношение Обамы к Ближнему Востоку. — Да. — Окей. Марик, я хочу тебя спросить вот еще, о чем возвращаюсь опять же к статье в Дивельт. Автор пишет. Израильские эксперты давно гадают о мотивах опытного офицера КГБ Путина, почему он решил покончить с глубоко засевшим антисемитизмом советского режима и великорусского национализма, который сам же Путин некогда и возродил ради сохранения собственной власти. Это некомпетентность автора, плохое изучение предметов или просто поверхностный подход к самой этой теме? — Во-первых, Путин не антисемит. — Разумеется. — Так бывает. — А почему не антисемит? Автору стоило бы изучить… — Это длинная история, связанная с его биографией. — Ну да. — Детство. — Да, детство, да. У него в классе было больше половины класса. Любимые его предметы два. У него было два любимых предметы. Немецкий язык и спорт. В обоих случаях эти предметы, которые он так любил, которые собственно вывели его, так сказать, на уровень того, чтобы к нему стал проявляться интерес, в обоих случаях это были евреи. Так получилось. Ну да. Учительница немецкая еврейка и тренер по дзюдо. — И тренер по дзюдо, да. И друзья по команде по дзюдо. А это не забывается никогда. Брусто не антисемит. Это во-первых, я не хочу сейчас оценивать какие-то еще стороны сегодняшней власти в России, это не тема нашего данного разговора, но именно по данному вопросу, будет позднее, это во-первых, поэтому у него нет идеи синкразии на нас прямо, кстати, прежде всего тоже не будет антисемит, мы другое дело сделали, так сказать, вокруг него генералы, но это просто для сравнения. В данном случае у него очень сильная власть, он не антисемит, поэтому это ему не мешает, не мешает такой реальный реал-политик на Ближнем Восточном исключить Израиль, лично его отношение к нашему народу, но ему не мешает быть реалистом. А с точки зрения реальности, тем более учитывая сегодняшние отношения Нитани Ягу с президентом Соединенных Штатов, в России нравится такая самостоятельность, даже некоторая брутальность нашей позиции по отношению к Соединенным Штатам. И потом просто он, просто как серьезный политик с пониманием относится к нашим интересам, он понимает, что они есть, и зачем же быть врагом этим интересам, если, ну, они есть эти интересы, они реальные, зачем тратить здоровье, деньги, которых не так хорошо с Россией, на то, чтобы этим интересам противостоять. Пусть они будут. Россия еще сосредотачивается, она формирует свое отношение к Ближнему Востоку, и в этом смысле она здесь не хочет исключать никого из числа возможных союзников, или будущих врагов, или союзников, непонятно. Я дополню, как всегда, потому что я не совсем согласен с идеализмом Марка, он очень хорошо говорит об этом, но я просто хочу напомнить о том, что антисемитизм в России всегда был козырной картой, разменной. Он вынимался в нужный момент и задвигался в нужный момент. Скажем, в 30-е годы антисемитизма открытого, явного на государственном уровне не было, а в 40-е годы он появился и расцвел мокровым светом. Сегодня, буквально до некоторого недавнего времени, разменной вот такой вот картой, которая была вынута и всем показана, был анти-чеченизм, если можно так сказать, анти-кавказ. Вот наши враги, вот они черные и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому евреи отступили на второй план. Не помню, кто из великих сказал, что в Америке настолько не любят негров, что на евреев у них уже не остается сил. Поэтому примерно такая же ситуация происходит сейчас с отношением к евреям. Нужно будет, будет такой антисемитизм, что нам покажется небосокчинку. В данный момент это не нужно никому. Пока Путин у власти. Путин ли будет у власти, кто-либо другой, это всегда козырь, который достается из рукава в нужный момент. Саш, еще, друзья, хотел вам предложить вопрос, напоследок, у нас не так много времени осталось. Господин Херцингер в своей статье пишет, цель России сделать Израиль нейтральным в грядущем крупном конфликте с Западом. Удастся ли кому-то сделать Израиль нейтральным? Да, конечно, Израиль, безусловно. Я в Израиле 25 лет. Я приехал во время войны в Персидском заливе. Я очень хорошо помню, какой шок вызвала у всех тогда нейтральность Израиля по отношению к тому, что происходит в Персидском заливе. Почему нейтральность? Даже руки повязали. Это всегда можно рассказывать. Держите меня трое. Попросили. Да, 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 держите меня трое, попросили Шамира. Да. Попросили, и он, конечно же, ответил, а то мы никогда не делали ничего. Поэтому, может быть, он и потерял власть. Возможно. А такому его просили, что... И с этого момента мы постоянно проявляем сдержанность. Даже тогда, когда, казалось бы, эту сдержанность проявлять не надо. Я не большой специалист, я не политик, я не нахожусь на вершине власти, я не знаю, может быть, это и правильно. Но иногда та сдержанность, которую мы проявляем, мешает нашему имиджу не только в наших глазах, но и в глазах мирового сообщества, где до сих пор сохраняется миф об Израиле, как «Страна, все могу». Ну, то, что мы будем держать нейтралитет и дальше сколько можем, иногда это правильно, как в конфликте с Сирией сегодняшним. Иногда, иди, знай, может, надо и власть употребить, как в том, что происходит у нас внутри страны. Марик, удастся ли Россия сделать нас нейтральными в будущем предполагаемом конфликте Запада и Востока? Не знаю, насколько ставит ли она перед собой такую задачу. Думаю, что не удастся сделать нас нейтральными, если мы этого не захотим. И все наши интересы совпадут с тем, какими нас предполагает видеть Россия. Когда ты говоришь, Марик, извини, когда ты говоришь «нас», «мы», «кого», «нас» – «израиль». Но это же зависит от того, кто будет у власти в Израиле тоже. Не, ну существует же государственный интерес. А, окей. Но не всегда они соблюдаются. О том и речь. Саша, я хочу сказать, существуют государственные интересы так, каких, понимаете, сегодняшнее руководство Израиля. Ну, собственно, я вот об этом и говорил. Если понимание руководства на тот момент будет совпадать с интересами России, значит, может показаться, что оно нас сделает такими, как оно считает нужным. Если не будет совпадать, значит, будет ясно, что ей это не удалось. На самом деле это будет зависеть не от того, какими мы себя хотим видеть, при всем его критическом отношении израильского правительства, какие мы себя хотим видеть, а того, что совпадет и совпадет, как как-то лежит. Спасибо, друзья, за этот разговор. Единственное, хочется верить, что в итоге все-таки возобладает здравомыслие, хотя здравомыслие тоже категория очень субъективная. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.